Ребята, я проснусь, сейчас пошла Вероничку путить Вероничка, отставай Вероничка 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 Вставай, едем в Новый город Путешествие опять Встала? Поехали ребят всем привет доброе утро доброй ночи ребят мы еще так никогда рано не вставали время 3 часа ночи мы стали сейчас 328 мы наконец собрались и вышли из дома и мы ребята поехали путешествие камбоджу в город семь рип увидеть известный ангар ват великий храм древности и у нас еще безумная идея нам нужно добраться до аэропорта на мопеде так что мы едем на байках в аэропорт ребята все погнали не будем тянуть время все ребята мы добрались до аэропорта ура меньше часа мы ехали минут 40 наверно и мама не зря оделась так тепло одела детей так тепло потому что было ехать очень холодно взяла кофту мужу хотя он сильно сопротивлялся кофту я делаю естественно потому что ехать было прохладно все ребята набежать у нас два часа остается до регистрации до вылета до вылета все побежали мы уже в самолете девчонки кушать просят и собственно напрашивается вопрос почему мы поперлись в камбоджу ответ на это есть в прошлом видео мы более подробно рассказываем к сожалению виза подошла к концу штампами на подошел концу и нам нужно покинуть страну чтобы мы могли дальше находиться в тайване нам любом случае надо было сделать ребята выезд и мы решили сделать выезд не просто а именно совместить как рецепт приятное с полезным мы полетели как красиво мы уже садимся все ребят мы сели девчонки уже с ума сошли и меня они уже достали я уже не могу живу сейчас все улетели они мне мозг вынесли вообще напрочь и еще они очень сильно расстроились то что здесь не давали кушать они думали что будет давать кушать здесь ничего не дали расплакались им очень нравится кушать в самолётике девчонки потихонечку расчехляются отдали уже маме все кофты и здесь прям тепло и очень сильно влажно даже чувствуешь влажность очень большая влажность ребята вот она на сиан рип красивенький у них аэропорт хочу я сказать вам а это что за ван хельсинг идет чего это аэропорт а мы приехали в камбоджу город 7 рип 7 рип переводится как завоеванный сиам сиам это таиланд то есть отвоеванный у таиланда город он нас даже встречает здорово в общем где-то больше часа ребята мы заполняли все бумажки если кто не знает то в камбоджа нужно виза виза стоит 30 баксов независимо взрослый ребенок мы отдали на 120 баксов и сейчас мы вышли наконец-таки после этих всех бумаг блин вообще так долго заполняли сюда называется тук-туки здесь это просто модернизированный мототранспорт азиатская рикша по сути азиатская рикша правильно только более модернизированные собой мы взяли доллары и местная валюта она здесь очень мало в использовании все в основном используют доллары так что езжайте с долларами сюда девочки карета подано смотрите это правда карьера прикол класс карета подано воспримите меня на борт на улице вы знаете так по-деревенски обсказал бы грязненько мусора очень много да или на ветер и погода вы знаете да ветрено сейчас и прохладно да почему-то на рикше да и кстати нам сказали что лучше пользоваться рикшами а не машинами потому что в машине либо нету либо они не включают кондиционеры а на рикше ветерочек дует обдувает в общем-то прохладно аж глаза задувают такое ощущение что мы с таиланды не уезжали также продают на обочине бензин кафешки и примерно обстановка такая же как в таиланде на хукете температура такая же климат такой же виды такие же пока мы в таиланде пока особых развитий не видит девчонки но вот мы едем едем как вам новая страна а что ты видишь есть изменения машинка вот это что еще а тебе что понравилось проезжаем кафе всякие больницы отелей это что бросается сразу же в глаза то что дублируется все на китайском языке идет местный язык потом по-английски и китайский язык население города ребята составляет чуть больше двухсот тысяч человек всего а мы кажется уже ребят приехали наш отель вау мама выбрала с бассейном отель будем наверное все время будет у нас очень времени мало сказали присесть а тут посреди какая красотища всякие сувениры и цена я так понимаю все это в долларах 17 долларов пожалуйста 30 11 долларов очень много сувенирки 19 как вам девчата нравится что-нибудь из этого такие всякие старинные штучки только брать не надо пожалуйста окей 1 это покупателем да это все продается за доллары подошел молодой человек и подал нам вот такие влажные офис холодненькие холоси оуууууу мы освежились и готовы к завтраку пожалуйста ну да я попросила чтобы завтрак нам подали сегодня потому что завтра рано утром так и он попросил оплатить такси ему 5 бакс это очень вкусно ребята очень приятно номер нам предоставит только после двух часов вот поскольку мы уходим ангур ват мы сказали что мы будем заселяться вечером и поэтому макияж происходит у меня вот в таких спартанских сегодня время 10 часов и нам уже принесли завтрак ребята катя заказала омлет там что-то там рис что там еще не знаю в общем покажем что девчонки девчонкам уже дали омлет кушать потому что уже изголодались а мне ребята принесли лапша овощи и свинина или курсе курса вкусно наша гостиница есть смотрите школа вон там сидят ребятишки что-то отвечают пишут хотя он прогуливает и смотрю я в шоке от школы я не ожидал конечно деревянная школа к это прям как сарай вот так вот но и дети хорошо одеты чистенько смотрю форме а мы сейчас ребята позавтракали нам нужно сейчас найти трансфера до анкор ватт вот можно в общем снять тук-тук на целый день и и в общем сейчас мы ищем он потому что анкор ватт очень большой и передвигаться самостоятельно за один день это просто нереально если мы снимем тук-тук у нас будет просто катать по определенным местам подвезет там к тому месту где продаются билеты мы купим билеты и уже будем ходить ну как бы передвигаться на тук-туке вы сели в тук-тук вот у нас такой не такой нарядный как был но тем не менее и нашли моего на дороге потому что рядом гостиницы тук-тука не было и рядом гостиницей предложили якобы подожите 10 минут и и подъедет тук-тук 50 баксов короче на целый день он запросил нам показалось там немного дороговато и ждать мы не хотели мы в общем ребята выше на дорогу нам просто рукой махнул чувак подъехал он говорит 50 мы говорим 40 он говорит окей все мы поехали сейчас едем ребята анкор ватт будем смотреть снимать надеюсь я там полетаю потом он сказал нас возит на обед и уйдет вечером обратно в гостиницу сходили в магазин купили воды купили орешков на всякий случай вдруг захотим кушать орешки стоят полтора доллара вода стоит 1 доллар я и подал 10 долларов а еще хоть взяла за три доллара магнит огроменный красивый и нужно было дать 50 центов я еще думал даст она 50 центов или нет но но прикольно было бы посмотреть 50 центов какие сейчас они как они сейчас выглядят в общем она 50 центов не дала она местную валюту вот эти две тысячи да вот по тысяче бумажки 50 центов офигеть местная валюта вообще у них не котируется а слева ребята посреди какая красота прям дворец как вы думаете что это отель скорее всего а вы кстати заметили какой-то фрукт продают или что это такое вот смотрите тамарин тамарин да что-то вкусно нет это вкусненько говорят надо попробовать перекресток очень похоже как 10 микро и не кольцевое движение красиво привет водитель наш привез нас вот такое место и здесь в общем продаются билеты он он идет нам сейчас показать видимо где покупать билеты если у вас билеты если билетов нет они привозят именно в тикет офис не можно приобрести билеты дело в том что билет можно купить на 3 дня на 7 дней так далее расценки один день 37 долларов здесь ребята три дня 62 доллара и 7 дней 72 доллара дети бесплатно один день мы можем любой день использовать течение трех дней можем завтра пойти можем послезавтра пойти три дня любые из десяти дней ближайшие 10 дней любой любые три дня 7 дней посмотри сколько там в месяц в месяц любые 7 билетики и вины и даже сфотографии вот господи господи меня не узнать девчули мои как у вас настроение отлично ну что-нибудь новенькое ну вы новой стране но что-то за какие-то есть ощущения поле фрукт который на дороге продавался как называют а еще дайте я угадаю вы хотите покупаться правильно как здорово выгода позавтракали дегрит мы пойдем купаться я говорю что игру мы покупаться можем и в таиланде мы приехали у нас один день один совет не нужно селиться рядом с ангур ват на самом деле вы все равно будете ездить туда на тук-туке каждый день это стоит совершенно недорого тук-тук привязан к вам и будет за вами целый день следовать оплата в конце после того как закончите ваш дневной тур куда когда он вас гостиницу привезет я хочу сказать о том что лучше поселиться в каких-то других достопримечательностей может быть улица баров где вы будете вечером отдыхать или еще что-то и желательно наверно выбрать отель с бассейном я не знаю у вас есть ли такое ощущение или нет но у меня вот когда я наблюдаю за какой-то но каким-то достоянием да то есть именно этой страны да то есть эта сторона у нее достояние какое да то есть у этой страны ангур ват и кажется настолько это величественно хочется смотреть посмотреть загуглить почитать посмотреть в интернете какие-то может быть видеосюжеты по этой теме а потом когда находишься уже здесь ты такой ну типа ну ну вот едем в ангур ват едем как бы нормально типа то есть как-то как-то когда находишься уже в этой стране да именно вот эта изюминка как-то теряется что вот именно это что все таки мы сейчас уже едем смотреть конечно это круто но то что вот она вот она доступная мы сейчас буквально в нескольких может быть километрах до нее и это мне кажется как-то вот прикольно нет у вас есть такой нет но у меня нет такого ощущения как у тебя что типа теряется ценность это достопримечательное самом деле у меня такого нет но не но по дороге сейчас мы едем как бы туда и он этот это достопримечательность какая-то доступная стала нет у меня нет такого ощущения я наоборот предвкушение я жду не это другое ощущение у меня тоже прислушение есть но якобы мы сейчас увидим но доступность какая-то вроде как потерялась что она сейчас доступна стала мечта сбылась да типа наверно это так может быть наверное мы приехали на чекпоинт не только устала очень по дороге прям я вот смотрю ни одной машины и едут вот школьники школьники едут и в основном мототранспорт машин практически нету город семь лет находится на одноименной реке все мы уже практически приехали вот этот ров он именно вырыт по кругу этого храмового комплекса но уже подъезжаем ура 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 земля капец аж оранжевая вся от глины от этой в общем он здесь будет на ждать мы пошли сейчас храмовый комплекс походим поснимаем он нас будет ожидать здесь сейчас мы обмениваемся телефонными данными у нас нету с собой не сим-карты ничего не стали делать потому что наверное один день зачем он в общем дал свой телефон для того чтобы мы могли с ним созвонить его здорово окей но левил это местные водители вот так устраиваются поспать для того чтобы скоротать ожиданий на входе в анкор ват расположился вот такой вот рыночек здесь шляпки накидки юбки кстати возможно вход вход в какие-то храмовые места будет закрыт нам без длинных юбок не успели ребята мы дойти до комплекса и на вот нас этот мальчик перехватил и говорит нужно вот такие юбки или как их называют в общем купить приобрести в храм нельзя без юбки с открытыми ногами девчата деле такие юбочки и за все эти три юбки модели 18 долларов и пока мы шли вот до этого асфальта предлагает мороженое и до пожертвования там еще еще что-то в общем везде просят в деньгу здесь такой мостик идет о это как и называется и вот она ребята один из мостов но по нему двигаться нельзя видимо то что он разрушается поэтому сделали вот этот искусственный мост и вот он главный вход храм на улице прямо очень жарко что солнышко вылезло и прям аж очень некомфортно хочется в тени их спрятаться видно что восстановлено лишь цемент новый вот это вот все новое вот это все старое вот 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 все это восстановлено кстати все тоже восстановлено все ребята зашли в храмовый комплекс мы практически внутри хочется все-таки добраться вон туда в самую середину самый-самое так сказать сердце ну что моя дорогая давай прыгать как же без развлекушек идем ребят мы пришли оттуда и в центре не доходя до главных он тех у того сооружения главного здесь вот такие вот есть строение какие-то интересно сейчас вообще сюда зайдем лестницы прям все крутые видимо чтобы спортом занимались здесь к мир и прошу прошу пожалуйста девушка так ну и что для чего вот это было построено просто ради понта или что я не знаю по любому же он какую-то функцию нес правильно это строение ну почему же перед перед приездом я загуглился посмотрел осведомился и много очень формат получил и тем самым мне больше захотелось здесь побывать это одно из самых больших строений в 12 века то есть ребята это вообще круто и я думаю что мы вам передадим эти масштабы как будто бы вы побывали здесь ребят круто как интересно ребята вот в этом строении именно вот имеется вот такой желоб это скорее всего видимо когда льют дожди сезон дождей и заливает данное строение видимо это чтобы видимо вода утекала ребят вот этот камень использовался в строительстве этого храмового комплекса он очень удобный при строительстве как только он добывался он резался чуть ли не как масло строилась именно из этого материала ты вообще просветился я смотрю молодец я как-то более так ты посмотрела куда пойти сколько чувствует гостиницу почему а я смотрела билеты на самолет забронировала гостиницу самое важное все самое важно молодец храмовый комплекс находится на болотистой местности и специально вот этот ров он поддерживает определенный уровень воды чтобы храмовый комплекс и не разрушился потому что если будут в сезон засухи то есть почва начнет ходить и и сезон дождей почва тоже начинает подниматься и просто храмовый комплекс разрушился и именно вот этот ров он поддерживает определенную влажность в общем этой почве то есть грубо говоря храмовый комплекс находится чуть ли не на воде он так что он так сказал что хотя бы в веке я не думала дождаться на сезонpunkt он сразу исполняет житая не убежи и убежи запросил логи и частиц и плав billowe с третий и заводом на свободных унижает алиэкспериметром правилопоровом которые помогли нам importante за experienced сердца и не поисковать унижает и долгие и королевые комплексы и обслужимы запрадающие деревья имеют как он образовывал как и он разрушился и в организmnограме здесь скорее всего должна быть вода но почему-то ее нету сейчас место ребята для фотографий все кладут телефону вот в этот центр склоняется над камерой и фотографируется покажи что там получается вот эти фотки точно меня в инстаграме года да не вот это нравится очень как зеркально выглядит полина предложила за руки взяться обломки статуи видимо которые нашли были частично восстановлены смотрю просто составили они даже может быть не здесь стояли можно потрогать прикоснуться я смотрю ноги трогают вот видно места те которые и видно ладонь тоже трогают пузатые статуя нормально вполне нормальная не было никакой моды никаких стандартов все нормально не на девушкам из строя ну ты посмотри у нее пузо висит на на трусах лежит и почему где его на грудь забыл водить все пузатенькие посмотри так что что отращиваем пузы окей окей уже не надо отращивать вот дети 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 будут отращивать даника больше с нами нет никого что не уговорил а здесь посмотри все исписано видимо на кахнерском языке прямо до самого верха здесь натянули такую сетку металлическую видимо осыпается крыша падает очень большие весомые кусочки кстати я тоже загуглю почему именно такие вот лестницы они делали то есть изначально они даже не планировали лестницы такие делать но они сделаны для того чтобы они 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 держат храм держит центральную часть они как бы поддерживают да здесь ребята место для фотографий мы уже приближаемся к самому центру здесь вот примерно вот так все это дело выглядит очередь на фото поэтому не будем медлить будем фотографироваться ребята здесь фильм снимают вон она что я думаю почему-то почему она стоит такая не шевелится action камера начали все что смотри основа использовала тут из этих камней а это уже более дорогой более сложный камень который шел облицовывать смотри лишь блин ну вот что это ступеньки что и как они ходили для них это же зарядка была целый каждый день ходить туда-сюда ну конечно люди нора лезут туда потом падают закрыли интересно мне как люди все-таки забирают что там скорее всего должна быть лестница должна быть лестница более доступна мальчики им все ни почем понимаешь они просто сюда приходят до посидеть отдыхают он семья целый сидит поэтому здесь очень много хочу вам сказать это лестница тоже крутая люди прям так с трудом спускаются поднимаются смотрят ребят перед ходом вот в это строение есть вот такие правила показано нельзя что с тобой брать нельзя брать с собой зонтик нельзя в шортах в юбках опять же я коротких короткий короткий с детьми самого нельзя 12 до 12 до 12 лет не разрешено но забраться так хочется я на рападу поднимусь девчат мужчина можно в шортах и футболки с закрытым плечом с камерой ух ребята я забрался есть такая красота открывается ров даже не видно посмотрите здесь лес и пойдемте за ним внутрь и вот она центральное самое строение идет центральный не бывает вон ребята оттуда мы пришли и просто посмотрите на эти масштабы строений величественно все это выглядит капец жарко полностью ребята прошел это строение по кругу все запечатлил пойду к девчонкам вот так с непривычки стремновато но спускаться можно красиво вот это прям завораживает и здесь отделили ребята чтобы не и написано не прикасаться война какие-то воины у них оружие в руках этот видишь на колесницы тоже с оружием а вон тела уже до тела и это ребята тыльная сторона храмового комплекса мне прямо интересно что там потому что лес здесь есть на фасадной части леса нету красиво вот это просто красиво посмотри какие кадры получится как тебе пальмочки виде сердечка очень ребята мы немного подустали девчонки уже измаялись им такие походы не сомнительно нравится что-то нравится не хоть маленечко она горят нравится в общем находились устали сейчас пойдем на обед время как раз уже обеда посидим отдохнем попробуем местную еду вот съедим что-нибудь холодненькая может быть это это не остро это остро все ребята мы сели определились наконец-таки с кафе кафе здесь очень много и цены здесь немного кусучие в среднем где-то 5 баксов блюда стоит вау то есть обычная какая-то забегалов когда можно сказать да такой официант нас встретил все по-английски все прям кланяться меню показывает бокалах салфеточки бокалы бокалах салфетки то есть как бы сервис какой-то чувствуется присутствует прям вроде все так простенько все так бедненько но сервис такой хороший везде развалины но приятное обслуживание очень приятное обслуживание и это очень подкупает я хочу сказать подали приборы и они все в горячей воде то есть это такая термическая обработка ребята палочки и вилки вот мы заказали обжаренный рис курицей это девчат девчулечка мой полете собственно камеры готовили нам это блюдо понимаешь стул жар ну что девчата из голодались вкусненького ну что вкуснее чем таиланде чем в китае вкуснее что а где вкусно так нам принесли ребята национально оклад вау нам пришли принесли национальное блюдо лок лак называется к нему подается такой рис здесь кусочек лайма соль что-то перец да это перец черный помидоры салат картошка фри каким-то образом здесь оказался яичница почему бы и нет лук и что за мясо вот что за мясо пробуем говядина говядина ребята взяли три блюда потому что все блюда очень здоровые от детям одно на двоих я думаю что за глаза и нам скатит по блюду ну и мы не можем же не поделиться с друг другом потому что это же вкусно ну конечно вот я пробуем общем блюдо лок лак очень интересная приправа говядина чуть-чуть жестковато пожелать мягонькая очень хорошая вкусно приправа прям необычная не могу ни с чем ассоциировать очень вкусно да сейчас произойдет магия бах такому блюду подается такая поварежечка таков сразу же овощной вкус со вкусом карри карри прям мало и сразу же скажи какие твои ощущения вкусно нет если вы кушаете то приятного аппетита мы ребят продолжим трапезу увидимся чуть попозже наелись ребят напились настроение улучшилось отдохнули отдохнули да потому что реально на жаре плюс надо ходить бродить очень очень сложно и мы сейчас поехали в какой-то другой комплекс в общем не будем сейчас загадывать он показал что мы сейчас другое место поедем за обед мы отдали 25 долларов 40 центов так ребят в общем мы сейчас были анкор в ад вот это здесь и он сказал сейчас мы поедем в одно из популярных мест по ее он нас туда уже повез погнали свитерком пожалуйста и как вы можете наблюдать это вот именно туристическая карта много мест на самом деле все не обойти за один день вот поэтому стоит брать билет на семь дней здесь какие-то тоже будды или кто общем с такие статуи держит какие-то бревна и такая красивая арка впереди если видно вот это лицо там и здесь тоже тоже в общем типа такого ров выкопан офигеть как как все это к масштабно построено интересно так он в общем сказал что мы сейчас фотографируемся здесь и поедем дальше наш тук-тук припарковался вот на такую парковку и здесь посмотрите какой храм с очень походим это байон если я не ошибаюсь называется байон да в общем уточнили мы у местных полетать на дроне у нас не получится на территории храмов ребят летать нельзя нужно как это специальная лицензия у меня ее нету в городе можно полетать не знаю буду ли я взлетать посмотрим потому что город маленький снимать а там особо нечего и будем мы в городе уже будет темно ожидает стоит ли поэтому дрон за спиной лежит спокойненько отдыхает а мы а мы идем в такую красоту конечно виды сверху были бы просто бы сногсшибенные индиана джонс тебе не напоминает ничего просто сразу же в голову индиана джонс приключения ловушки там и так далее да ну и есть такие тоже приключенческие фильмы которые тоже в принципе использовали такие строения да запросто и мы буквально вот присутствовали на первом комплексе и там мы были съемки там какой-то муж рекламу снимали не за очень много фотографий кати делает потом она будет постить у себя на страничке и обязательно я буду постить у себя на страничке поэтому ребята кто не подписался на инстаграм и хочет видеть все немного побыстрее чем нежели допустим выходит видео то подписывайтесь ребята на наши инстаграм и посмотрите какая модель как она позирует молодец это самый центр этого комплекса кайты и задумываюсь сколько же здесь производят снимков за день миллионы снимков просто на все на под на телефоны на фотоаппарат и на все что возможно поляника спросите пожалуйста у наших друзей китайцев чтобы не сфотографировали а мы ребята находились идем к нашему тук тук поедем наверное к другому комплексу другому общем строению в другой какой-нибудь реликвии в общем поедем что-нибудь еще новенькое поглазеем ребят в общем вышли оттуда и просто мы поглянулись по сторонам и этот комплекс за один день не обойти там что-то там что-то в общем там-там можно ходить просто нереально за день этот день все обойти это папа вон мама сидит обезьянки тоже дети бывают кстати по сравнению с таиландом здесь обезьяны более дружелюбные заметила уже сотый раз нас фотографирует екатерина и мы мужественно держимся потому что уже сил нету фотографироваться и надо же улыбаться там подсмахнуть с лица в общем а что тут еще делать ребят фотографироваться потому что здесь очень красиво очень красиво супер просто а потом фотографии видосик смотреть будем чё нам фотографии твой события такие наш водитель нас нет не дождался мы пришли в указанное место его нету и мы проходили пути именно где вот выезд да так сказать и он увозил в общем каких-то других туристов мы конечно сначала подумали наш это водитель или наш оказался это наш потому что мы пришли в указанное место его здесь нету и он получается вон он нам машет но ребята не выполнил условия и мы просто поменяли тук-тук потому что здесь все по времени по что закрывается следующий комплекс опять мы ребята махнули телегами он дал ему два доллара и мы продолжили путь с нашим водителем он сделал неправильно я считаю так в общем ладно не будем думать об этом едем сейчас другой комплекс и наверно на сегодня это будет все предостаточно вообще тут еще очень-очень много мест которые можно посмотреть помимо самих вот этих локаций очень много сооружений древних где можно погулять а тут действительно можно гулять неделю мы приехали к третьему комплексу оставили нашего водителя купили воды холодной потому что просто невозможно и сейчас погрузим что за этим забором мне нравится вот эти азиатские животные они просто всегда на релаксе а этот что притаился охотиться на кого-то похоже что делаешь расскажи дружок 40 минут погулять здесь мы уже изрядно под нагулялись кстати заметь здесь нету облицовочного камня скресси он весь осыпался виден основной материал который использовали там прям разрушилась видны корни торчащие из камня и дерево не на самом деле не умерла он тот гид который русскоговорящий нам подсказал это просто сейчас сезон именно листья опали вот если такое дерево засыхает умирает то его естественно срубает потому что она очень опасно очень тяжелая может упасть и чат не знаю как вам а мне это строение ну этот комплекс или как я не знаю как его назвать в общем больше понравилось потому что он находится в лесу в джунглях и вот эти деревья торчащие из камня очень красиво смотрится даже лучше чем первое наше строение в котором мы побывали как вам особенно мне вот эти птички которые каркают там летают нравится здесь смотрю даже не пытается восстановить потому что смотрите все разрушено все валяется идет там все завалено скорее всего это дерево умерло его спилили вышли на очень большую толпу людей и собственно вот почему наверно здесь так много людей здесь фотографируется очень красивое дерево ну что прощай крутое строение человечества нам было здорово интересно познавательно девчонки вам понравилось наша прогулка подошла к концу я надеюсь что вам было тоже интересно с нами гулять у девчонок я спрашивать не буду мы уже у них все спросили в общем мы им отчасти что-то понравилось отчасти устали в силу возраста как тебе катя я считаю это просто величественно обязательно надо здесь побывать к посещению прям обязательно да очень величественно очень такие масштабные строения все старинные хочется к этому прикоснуться круто мне очень понравилось но девочки очень устали поэтому мы прощаем им это пройдет лет 5 и они вспомнят как они здесь были и они скажут нам спасибо за то что мы свозили в это место что путешествовали с нами да конечно я думаю что вы запомните эти моменты вы просто сейчас устали и не хотите об этом даже думать наконец-то мы прибыли в наш отель сейчас нас поселят в какую-то в одну из комнат сразу же приходит такой запах очень приятный смотрю свет маленько приглушен что здесь дверь здесь прям поролоны смотрю такая ванна душевая ну вот так вот скромненько и здесь посмотрите вот здесь тоже очень скромненько мебель такая вся аутентичная вот такой номер стоит 36 долларов номер с бассейном недалеко от pub street недалеко от ванкор ват семейный номер то есть вы видите это большая кровать для троих человек это маленькая кроватка ну как маленькая техника есть электроника номер с холодильником что больше всего вода в номере все необходимое как бы есть за такую цену плюс включен стоимость завтрак и при отеле есть бассейн еще один момент если берете номер в отеле или гост хаусе тем более проверяйте чтобы номер был с кондиционером потому что очень часто в номерах просто нету кондиционера там может быть указан вентилятор или что-то такое потому что кондиционер здесь роскошь и ребята в завершении нашего вечера мы решили все это дело шлифануть бассейн идем прохладиться в бассейне не получилось у нас поснимать бассейн бассейн очень шикарные так прохлаждает после сегодняшнего жаркого дня после этой сухой какой-то вот не на погоды да вот по этой глине ходит здесь просто расслабляются ноги здесь да и риск а будто бы прямо уазить это попал прям холодненькая водичка скажу ну вот и день стал отличный после бассейна время 6 утра мы сдаем номер и нас уже ждет тук-тук отправляемся в аэропорт ребят номер не проверяли ничего просто сказали что все мы уезжаем окей прикольно нас ждет тот же водитель который вчера нас возил знаете собирались камбоджу читали очень много негативных отзывов о том что камбоджа бедная страна о том что здесь грязно и так далее да здесь действительно грязно но как и в любой другой азиатской стране даже в таиланде присутствует отчасти грязь и неприятные запах это несмотря ни на что местные люди очень добрые очень доброжелательные очень хороший сервис в отеле нам очень понравилось такие все обходительные прям сейчас прощались сотрудником отеля он прям байбай сию как родные такие номер не проверили вообще мне понравилось просто сдали все очень чисто насекомых никаких нету но за исключением там одного-двух комаров которые приставали к полине всю ночь насекомых нету тихо в отеле да шума не было никакого ночью ну и целом нам ребята поездка очень понравилось местные люди очень добрые тепло что еще надо есть на что посмотреть есть куда что сходить вечером массаж это было вообще что-то супер а на этом закончим подписывайтесь на наш канал что были знаки пока пока пока